Эту тему в разговоре далее продолжим с военным экспертом. Сергей Грабский с нами на связи. Сергей, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Доброе утро, Сергей. Ну что ж, Сергей, вот увидели мы сводку оперативную касательно той ситуации, которая сейчас происходит на фронтах. И, в свою очередь, видим также очень много месседжей от Офиса Президента Украины, от Вооруженных Сил Украины, Генштаба, о предоставлении все большего и большего вооружения от западных партнеров и от Соединенных Штатов Америки. В целом, по состоянию на сегодняшний 153-й день сопротивления российской агрессии, как уже изменили ход войны вот эти поставки западного и американского вооружения? Ну, во-первых, я хочу обратить внимание, что такое понятие, как дефицит с боеприпасами, который мы испытывали в мае месяце, мы уже не ощущаем, потому что главный калибр, калибр 155 миллиметров, присутствует в достаточных объемах для того количества оружия, которое существует. То есть я не говорю, что дефицита нет, но для этого объема уже есть. Далее, имея уже более десятка систем залпового огня и, в частности, Хайморс, если мы говорим, то мы говорим о том, что на сегодня все больше и больше наносятся ударов, которые в значительной мере ослабляют оперативное звено логистики и управления оккупационных войск. И это уже, в принципе, привело к тому, что, несмотря на декларацию об окончании так называемой оперативной паузы, противник, в общем-то, за последнюю неделю не достиг каких-либо существенных успехов на основном фронте, то есть на Донбасском фронте. Да, были небольшие продвижения в районе бывшей Светлодарской дуги. Противник зашел на Углегорскую ГЭС, но далее не продвинулся. То есть, несмотря на свои отчаянные попытки, наступления нет. И на этом, собственно, все. На других направлениях мы не видим активного продвижения противника, а на Херсонском направлении, более того, мы видим, что противник отчаянно обороняется, пытаясь сдержать вдавливание на свои позиции, пока еще рано говорить о контрнаступлении, вдавливание на свои позиции украинских войск. Вот, собственно, если в двух словах этим и объясняется то качественное изменение, которое произошло вследствие поставок западного вооружения. Сергей, хотелось бы спросить по поводу того, каким образом пополняет и собирается пополнять свои припасы Российской Федерации, учитывая то количество складов, которые уничтожаются российскими вооруженными силами, украинскими, прошу прощения, вооруженными силами. И учитывая те данные, которые озвучивают открыто военные в интервью западным медиам, сегодня я слышала комментарии Deutsche Welle по поводу того, что да, мы держимся, нам поставляют достаточно оружия, но на 8 наших ответов прилетает 48 ответов с той стороны. То есть достаточно ли у нас сил, чтобы противодействовать тому количеству их возможностей боеприпасов? И откуда они их фактически перевозят? С каких территорий? За счет каких ресурсов? Ну, вы знаете, ресурсы там очень большие. Нужно понимать, что эти запасы создавались в течение последних как минимум 70 лет. То есть я сам помню во время своей службы, когда держал в руках Мину 47-го года выпуска. То есть такие же запасы создавались, имеются на территории Российской Федерации, и эти запасы исчисляются десятками тысяч тонн боеприпасов. То есть они могут их обеспечивать, я имею в виду поставки этих боеприпасов, исходя из тех запасов, которые есть в наличии на территории России, еще достаточно долгое время. Можно понимать, что эффективность их не очень высока, там довольно высокий процент отказов, но тем не менее по массе этих боеприпасов еще достаточно много. Подвоз осуществляется в основном по железным дорогам из глубины Российской Федерации, и идет рассредоточение. Поэтому, несмотря на наши заявления о том, что мы уничтожаем достаточно большое количество складов, это только частично помогает нам удержать ситуацию. Мы уже удерживаем ее достаточно хорошо, и несмотря на пока еще преимущества в боеприпасах со стороны противника, мы уже можем говорить о том, и в принципе мы это видим уже, что противник уже не с таким успехом, не в таком темпе пытается продвигаться, а в принципе он уже и не продвигается нигде, кроме отдельных участков фронта на Донбассе. Но, к сожалению, нужно понимать, что эти запасы, запасы боеприпасов в Российской Федерации еще очень и очень велики, и хватит еще на месяцы активных боевых действий. Знаете, в дополнение к моему вопросу, ведь мы говорили о том, что та техника, которую мы имеем на данный момент, она позволяет точечно уничтожать структуру, которая позволяет логистике как раз доставки этих боеприпасов. И шел уже такой разговор, что сначала мы будем бить по складам боеприпасов, когда мы закончим с этим участком работы, мы перейдем как раз к вот этим вот инфраструктурным моментам, позволяющим перевозить фактически эту технику. Наступил этот момент, есть у нас такие возможности? И второй момент, ушла угроза, которая все время нас пугали со стороны Российской Федерации, уничтожение нашей логистики, доставки военной техники через границы европейские. Ну, вы, конечно, задали вопрос, тут надо отвечать достаточно долго. Но если так, то по первой части вашего вопроса. Нужно понимать, что логистика противника, особенно на Донбассе, организовывалась в течение лет и лет. И есть такое понятие, как эшелонирование запасов. Я специально подчеркнул, что мы наносим удары сейчас по оперативным цепочкам, по оперативному уровню этой логистики. И пока мы берем только складскую логистику и уничтожаем разведанные базы и склады. То есть там, где запасы сосредоточены. Что касается вашего второго подвопроса, то есть по поводу коммуникаций, ну, классическим примером воздействия на такие коммуникации, есть нанесение ударов сейчас по мостам и переправам через Днепр в районе Херсона. То есть фактически мы уже вывели из строя и сделали непригодным для перемещения тяжелой техники Антоновский мост. Под нашим огневым воздействием находятся дамба и железнодорожный мост через Днепр. В том числе мы уничтожаем и наносим удары по отдельным объектам инфраструктуры транспортной. Уже на правом берегу, я говорю о мосте через речку Ингулец, который в значительной мере ослабил действия противника и обеспечения. То есть таким образом мы говорим о том, что проводится параллельная работа. Одновременно с уничтожением баз, складов, районов сосредоточения войск, командных пунктов, пунктов управления, мы начинаем наносить удары и наносим достаточно активные удары уже по объектам транспортной инфраструктуры, что в комплексе и приводит к тому, что на херсонском направлении враг уже не помышляет о каких-то наступательных действиях. Это как такой классический вариант. Но нужно понимать те объемы и уровень задач, которые должны решать украинские войска. И для этого, конечно, требуется еще больше вооружения и еще больше времени. Вот, в принципе, полностью ваши слова подтверждает и в оперативном командовании ЮГ спикер Наталья Гуменюк. Она также говорит, что под огневым контролем находятся сейчас все самые важные транспортные пути. Но вот мы очень часто слышим значение, точнее, мы очень часто слышим формулировку «огневой контроль». Можно, пожалуйста, не на военном языке, а более таким простым гражданским объяснить? Военный контроль объекта. Это означает, что несмотря на то, сколько бы там ПВО завозилось в Херсонскую область со стороны временно оккупированного Крыма, сколько бы самолетов не отправляли, огневой контроль — это стопроцентный воздушный контроль данного объекта, и его уже взять под контроль Российская Федерация не сможет. Или же нет? Объясните тут значение, пожалуйста. Немножко не так. Немножко не так. Ну, давайте возьмем для примера тот же самый Антоновский мост. Возможно ли по этому Антоновскому мосту проехать к какому-то автомобилю или переместиться к группе людей? Да, безусловно, можно, потому что физически мы его не контролируем. Но при этом ведется постоянный мониторинг ситуации, постоянная разведка, то есть там висят беспилотники, дроны, плюс используется агентурная разведка. И при обнаружении какой-то серьезной цели, то есть, например, конвоя или группы тяжелой техники, или колонны войск, по этому объекту наносится огневой удар. То есть, безусловно, противник одиночными действиями, то есть по одному человеку, небольшими группами может перемещаться. Но осуществлять постоянный какой-то подвоз, перемещение по этому объекту уже невозможно. Таким же примерно образом выглядит и ситуация на остальных направлениях. То есть огневой контроль обозначает, что мы можем и способны наносить удары в случае выявления определенных целей по данному объекту. Но это не значит, что стопроцентная гарантия, что по этому объекту никто не перемещается. Это физически невозможно и нецелесообразно. Не будем же мы запускать по отдельно бегущему солдату ракету «Хаймерс». Но нужно понимать, что в количественном и в качественном соотношении использование такого объекта значительно усложняется. То есть, вот как мы видим здесь на съемках, могут перемещаться отдельные легкие автомобили весом до полутора, до двух тонн. Но вряд ли по этому мосту сможет проходить техника. Вряд ли по этому мосту могут проходить груженные автомобили. А сами понимаете, это и составляет основу логистики, то есть подвоз. И вот этот подвоз как раз невозможно осуществить. Вот в этом состоит и суть огневого контроля. Минимизировать возможность использования данного объекта в интересах противника. Если говорить о том, насколько мы прикрываем, то здесь речь идет о том, что в данном случае системы ПВО ничего не могут сделать. И в этом и есть суть огневого контроля, что мы можем наносить удары не только дальнобойными ракетами, а удары и артиллерийским огнем. А сами понимаете, никакая ракета, никакая система ПВО не может бороться с артиллерией. Вот, собственно, в этом и состоит суть этого определения. Если мы говорим о мостах, не могу не спросить, насколько серьезную роль отыгрывает Крымский мост в поставке вооружений. Насколько прерывание этих поставок через Крымский мост помогло бы ускорить освобождение Херсона, освобождение этого направления. Почему, если мы говорим о мостах, почему с таким опасением мы упоминаем о том, что вот если вот что-то, то вот мы ударим по Крымскому мосту. В чем такая загвоздка и опасения со стороны украинских вооруженных сил и руководств? Да вы знаете, нет никакой загвоздки, никакого опасения, просто есть понятие целесообразности на сегодняшний день. Нужно понимать, что да, Крымский мост это как бы объект, который позволяет осуществлять перемещение грузов, но мы пока до него не дотягиваемся в том объеме, в котором мы можем сказать, что мы берем этот мост под огневой контроль. С выдвижением наших позиций на побережье Азовского моря, да, безусловно, мы сможем тогда больше наносить ударов по этому объекту и контролировать его. Играет ли он большую роль в снабжении? Да, безусловно, он играет большую роль в снабжении, но он частично только обеспечивает поставки, потому что еще существует морской транспорт. И знаете, морской транспорт, он все-таки является более эффективным и более дешевым средством перемещения грузов и личного состава. Таким образом, на сегодняшний день Крымский мост в нашей риторике, он имеет больше такое политическое значение, чем реальную военную цель. Потому что для уничтожения этого объекта нужно проводить специальную операцию, которая предусматривает не только удары ракетами по самому объекту, по перекрытиям моста, но также нанесение ударов по предмостным укреплениям. Для этого нужна авиация, возможно, там нужны будут действия диверсионных групп и задействование в том числе и морских средств. То есть это огромная операция, нужно понимать объемы самой конструкции этого моста. Поэтому мы сейчас его, знаете, используем в качестве, это определение Крымского моста используем в качестве троллинга. То есть о том, что мы можем наносить удары. Но по большому счету, как мы видим даже по Антоновскому мосту, дырок мы можем в нем наделать и израсходовать большое количество боеприпасов. Но понимая, какие средства технического прикрытия стоят на прикрытии этого объекта, это будет просто нецелесообразный перерасход достаточно дефицитных боеприпасов, которые есть смысл использовать немножко в других местах. Придет время, мы ударим и по Крымскому мосту. Плюс, вы знаете, есть еще такое понятие, как гуманитарный коридор. Точно так же, как мы сейчас, имея возможность сосредоточиться на переправах через Днепр, мы их не уничтожаем, давая возможность противнику осуществить так называемый, как они любят выражаться, жест доброй воли, а по-нашему просто драпануть с нашей земли. Точно такая же ситуация может рассматриваться и в случае Крымского моста. Мы даем противнику пока возможность уйти, не подвергая свою жизнепластности. Маленькое уточнение, Сергей, касательно Крымского моста. Наши, можно так сказать, источники во временно оккупированном Крыму, очевидцы, можно их так назвать, сообщают, что сейчас по Крымскому мосту даже гражданским людям очень трудно проехать. Нужно пройти очень жесткие, грубо говоря, фейс-контроли. Очень много КПП уже там установлено. Кроме того, мы видели кадры уже, которые обошли социальные сети, что устанавливают так называемые дымовые завесы вдоль чуть ли не всего Крымского моста. Говорит ли это о том, что все-таки Российская Федерация, вопреки тому, что смело говорит о том, что по Крымскому мосту ударить невозможно, с другой стороны, очень боится, что с каждым днем удар по Крымскому мосту становится все более реалистичным? Безусловно. Безусловно. И здесь мы говорим об обратном действии так называемой гибридной войны. То есть, если мы раньше с вами говорили, что противник использует информационные вбросы для того, чтобы повлиять на нас, то здесь мы видим очевидный контр-вброс, который влияет на противника. Потому что все, о чем вы говорите, это по сути есть расход денег и расход ресурсов. То есть, создание блокпостов, использование дымовых завес, дополнительные мероприятия по техническому прикрытию и усилению безопасности. Это все трата ресурсов. Да, они достаточно большие в Российской Федерации, но не значит, что они бесконечны. Таким образом, здесь такой изящный троллинг, как бы с нашей стороны, позволяет говорить о том, что противник боится, противник вынужден реагировать на такие заявления. И таким образом он чувствует себя непевным, господи, уже не могу перевести. Неуверенным. Неуверенным, находясь на оккупированной территории Украины. Поэтому это работает. И вот вам самый наглядный и очевидный элемент гибридной войны. Ну и в финале нашего разговора вы сказали вначале, что никуда не продвигаются. В общем-то, такая вот небольшой, я не знаю, стоп туда-сюда, а в принципе никакого результата нет. Давайте так простым языком скажу. Так ли это на самом деле? Или все-таки есть угроза того, что, возможно, сегодня я слышала такую аналитику, что будут пытаться прорываться все-таки и намагаться захватить Славянск? Насколько есть такая угроза по другим городам Восточной Украины? И неужели снижена полностью угроза расширения географии, о которой говорил и Лавров недавно в своих заявлениях? Если украинские власти будут как-то прогодить какие-то агрессивные действия, то мы нашу географию будем расширять, как он заявлял. Есть это или это просто действительно популистические слова? И есть ли угроза для Славянска? Ну, знаете, Славянск как раз из тройки тех населенных пунктов, которые мы чаще всего упоминаем, а именно мы говорим Славянск, Сиверск и Бахмут, он находится в самом защищенном состоянии на сегодняшний день. И как раз на славянском направлении мы не видим активных таких боевых действий по сравнению с тем же Сиверском и с Бахмутом. Основные усилия противник сосредоточивает на продвижении в район Сиверска и осуществляет какие-то попытки движения в районе Бахмута. И, в принципе, я сказал и подчеркнул, что в районе бывшей Светлодарской дуги противнику удалось незначительно продвинуться в районе Углегорской ГЭС. ТЭС, извините. На остальных направлениях, несмотря на такие заявления, мы не наблюдаем серьезных продвижений противника, потому что здесь действует еще принцип географии. То есть, если внимательно посмотреть на карту, мы увидим, что вот эта зона Славянск-Арматорск, это зона очень плотной городской застройки с одной стороны, а с другой стороны противник сейчас находится на берегах речки Северский Донец, которую нужно форсировать. А как действовать против попыток переправы через реку, мы уже прекрасно знаем по тем попыткам, которые противник в районе Белогоровки, допустим, осуществлял. Поэтому на сегодняшний день и география, и специфика локации, и возможности российских войск говорят о том, что их действия достаточно ограничены. На других участках они в основном занимаются сдерживанием и недопущением продвижения украинских войск. Это речь идет о Харьковском направлении, где есть еще такой очень серьезный фактор давления в районе Изюма, и противник, имея в тылу достаточно активно действующие подразделения украинских войск, он все-таки вынужден ограничивать свои возможности и активные действия в попытках наступать по направлению от Изюма на Барвенково и от Изюма на Славянск. Таким образом, вся его активность на сегодняшний день сосредоточена возле населенных пунктов Северск и Бахмут в этом направлении, и его продвижения там достаточно ограничены в том числе. Вот, собственно, и все. А на остальных участках, как я уже говорил, это касается и линии от Великой Новоселки до Васильевки на берегу Днепра, и на правом берегу Днепра, каких-то существенных продвижений мы не наблюдаем уже в течение достаточно долгого периода времени. Сергей, говорим огромное спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру, за ваши комментарии. Всегда рады вас видеть. Сергей Грабский, я напомню, военный эксперт, был на прямой связи с нашей студией. Сергей Грабский, я напомню.